Всех приветствую, дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор на весьма интересный аккаунт. Аккаунт человека, при жизни ставший легендой, родившийся в СССР, но ставшим в последующем заслуженным народным киберспортсменом России и Украины, участник многих турниров и клановых воин. Человек признанный, известный, авторитетный, мэтр своего дела. Но потом я решил представить немножко по-другому. Сегодня у нас человек, творивший эту эпоху, и просто прекрасная, очаровательная девушка Ирина. Ну давайте сразу же посмотрим. Начнем с визиток. Так, видимо, редко открывает ящики, самые первые. Но они и бесполезные, там ничего интересного нет. Редкие тоже. Третий сезон покупала. Видимо, значит, недавно играла. Точнее, начала относительно недавно играть. Так, и все выше. 117 тысяч звезд. Мне будет интересно сейчас проводить исследования метаморфозы, так как за такой короткий промежуток времени, из посредственного игрока, очень сильного топа, я бы даже сказал, превратился. Данный аккаунт. Данный игрок. Так, смотрим по оружке. Не нарушая традиции. У меня все равно батарея разряжена, как бы это он делал. Оля, СВТ во втором стоит? А, все-таки стала СВТ качать. Я же сказал, не надо. Вот. Есть симповая пушка с ней. И бегай. Так, обвесы, я так понял, все, даже. Магазин. Не знаю, почему некоторым ребятам не нравится данный ствол. Да, может быть, долгая перезарядка. Этот блин пока поменяешь. Мне самого это весьма бесит. Но, я же еще раз говорю, я в предыдущих роликах говорил, урон, да, на скорострельность. Мы умножаем и получаем, это вот как раз-таки мощь должна исходить из этого. Тут очень субъективные цифры. Это получается урон, производимый в минуту, да, или в секунду. Если так посчитать, 561 это в минуту. Значит, да, в минуту. То у этой пушки самый высокий коэффициент идет. Вот. Самый высокий. Но из-за разброса, видимо, что разброс и хеды, да, из-за этого тяжелее ставить. Поэтому он может быть уступать некоторым пушкам, но незначительно. Пистолет. Пистолет непрокаченный. Хотя я бы советовал тоже прокачать пистолет. Ножик самый первый. Ну, это, видимо, режим на ножах часто играет, и чтобы быстрее передвигаться. Так, в этом бронежилет. Ничего себе! Броня защитника. Да, неплохо, неплохо. Только почему тогда во втором слоте обычная броня? Надо поменять. Может быть, Ирина забыла. Сорбака на четвертом уровне. Ну, миномет нужно качать на первой звезде, он ни о чем. Так, весьма интерес так, специализации. Стоит штурмовик. Как раз это идеально, я считаю. Потому что броня защитника дает защиту от пулеметов и винтовок. Самое распространенное оружие в игре. А дополнительно штурмовик, да, он дает защиту от пистолет-пулеметов и снайперов. То есть у нас получается только небольшая брешь с пистолетами и дробовиками. Но они не так распространены в игре. Посмотрим, что у нас по очкам опыта. Ножи вкачаны просто максималка. Пулемет вкачанный. Хэт вкачанный. Ну, с пулеметом, я так понял, все вкачано. Так, ножи, пулемет. Посмотрим защиту. Ого! Защита просто все на фул. Все на фул. То есть ни огнем, ни мечом, ни обуздать нельзя. Никак. Так, что по жизни у нас? По здоровью, точнее. Тоже все на фул. Даже, которые за голду, броня, да, она очень дорогая весьма. В прокачке она на фуле. То есть очень интересный аккаунт. Ну что? Посмотрим, что там соревновательное событие. Ну, одна треть пройдена. А вообще, еще что из оружия есть-то? Скрафчены винтовки. Тоже скрафчено. Ну что, народ, погнали. Да, аккаунт, безусловно, легендарный, как я и говорил в самом начале видео. И персонаж не менее легендарен. В общем, идеальное сочетание. По идее, это просто универсальный боец, универсальный солдат. Так, ДП, родимая. Кстати, не посмотрел скорость перезарядки на фуле и хотел бы сравнить, потому что у меня не на фуле, у меня на три звезды всего лишь. Так, что там у нас? Пока один на один играем. Их надо было ножек поменять, потому что, когда командные бои, нужно ножек в самой мощности ставить. Где все люди, ау? Здесь есть кто-нибудь? А, о, есть контакт. Идите нахер, говорит. Ну, где это там? У меня такое ощущение, что ИДП быстрее выносит почему-то, быстрее, чем мое. Почему так? То есть, вот сколько сейчас? 7 выстрелов, по-моему. Даже на СТГ такого нету. Так, там у нас. Лёва за нас. Интересно. Куда ты побежал? Собачку. Надо, короче, в дом идти. Так. Тузик учуил свою жертву. Ой, Барбосик. У меня же Барбосик. Хотя у Иры может быть и Тузик. Че, пойдемте к ним на базу. Проведаем, так сказать. Что-то как-то тут гостей встречают нерадужно. Ну, мы сейчас так встанем у окошечка. Кстати, патронов тоже много на самом деле. У меня там на три обоймы буквально хватает. Мне нужно срочно прокачивать дополнительные патроны. Хотя я в МГ играю. В МГ, наверное, там... В командном МГ играю. То есть, мне как бы там достаточно патронов. Ну, вот КВ бывает, не хватает. Они сейчас завалят. Армениан Герл. Где-то она тут заныкалась. Ага. Ну, это, конечно, плохая идея была для нее. Летальная. Идея. Вот, все, пошел рассинхрон. Неужели сейчас скрашится? Как я ненавижу такие моменты. Вот такие моменты очень сильно психую. И говорю себе, что я больше ни рубля не задоначу в эту игру. Ну, даже третий раз собачку можем запустить. Это всего лишь на четыре звезды. Ну, что и следовало ждать. Хотя тоже 1400 неплохо набили. Видимо, наверное, Армениан Герл снимала. На респе у нас, пока я там был на респе. Ну, что ж. На заключение скажу, что... По броне все идеально. 30 секунд, к сожалению, у меня осталось сейчас телефон выключиться. По броне все идеально. Тут теперь только прокачивать специализацию. Я считаю, что штурмовик нужно качать дальше, да? Хоть там на четыре звезды всего лишь пять брони добавляется и 2% защиты от снайперки. Ну, либо же Маршалл, потому что Маршалл добавляется дополнительный урон в голову, да? Плюс 9. И потом еще через два уровня добавляется защита от снайперки. И тут уже, мне кажется, лучше в КВ брать... Одевать... Маршалл. Ну, что ж, ребята, спасибо за просмотр. Идеальный аккаунт. Я, если честно, сам бы играл с этого. Просто сутками не выходил бы с игры. Потому что это имба. И в КВ, и в КП, неважно. В любом рандоме можно вывести с таким аккаунтом. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго. До скорой встречи.